Следующий пункт нашей главы 8.4 называется транспланирование тензора, симметричный и кососимметричный тензор. В этом пункте мы сейчас обобщим понятие транспланирования на многомерную матрицу, то есть на матрицу тензора. Мы с вами хорошо знаем эту операцию по двумерной матрице, когда у нас, соответственно, строки и столбцы меняются ролями. Для элементов матрицы это означает, что индексы у нее переставляются. По аналогии сейчас будет данная операция введена для многомерной матрицы. Но поскольку многомерной матрицы у нас не два индекса, а гораздо больше, то тут есть свои особенности, которые мы сейчас с вами как раз и обсудим. Во-первых, мы сначала будем считать, что операция у нас будет введена для нижних индексов, поэтому мы рассмотрим тензор типа PQ. Будем считать, что у него хотя бы два нижних индекса есть, поэтому P больше либо равно двум. Дальше мы будем пользоваться понятием перестановки из прошлого семестра. Значит, у нас было с вами взаимооднозначное отображение множества из P чисел в самом себе. Мы его назвали подстановкой. Образ этого отображения мы с вами называли перестановкой. Соответственно, перестановка сигма состоит из P элементов, сигма 1, сигма P, где это соответствующие числа от 1 до P. Так вот, пускай у нас с вами есть тензор, у которого нижний набор индексов состоит хотя бы из двух. Тогда бета называется тензором, полученным транспонированием тензора альфа перестановкой сигма по нижним индексам. Обозначается бета как сигма от альфа, если у нас верно соответствующие покомпонентные равенства для наших тензоров. Бета с индексами наверху и 1 и Q с индексами внизу Y1YP равен элементам тензора альфа. Набор верхних индексов у него точно такой же, а вот нижние индексы у него переставлены в соответствии с перестановкой сигма. Совершенно аналогично у нас определяется перенаспонирование по верхнему набору индексов. Сделаем пару замечаний. Еще раз подчеркну, что для тензоров операция транспонирования определяется только по одному типу индексов, то есть либо по нижним, либо по верхнему. Мы не смешиваем транспонирование по разным индексам. Для произвольной многомерной матрицы можно смешивать это понятие, то есть можно делать одновременные перестановки как по верхнему, так и по нижним индексам. Но нам сейчас это не нужно, потому что мы, еще раз говорю, изучаем такой объект как тензор, а у тензоров транспонирование идет либо по нижним индексам, либо по верхнему. Ну вот мы с вами ввели опять же новый объект какой-то, и мы хотим проверить, что этот объект, который мы получили, бета, тоже в свою очередь является тензором, причем желательно того же типа ПКУ. Поэтому мы, как всегда, должны проверить корректность нашего определения, а для этого нам нужно проверить выполнение свойства 3, что если у нас произойдет смена базиса, то компоненты нашего нового бета будут преобразовываться в соответствии с этим законом 3. Ну вот получается, чтобы упростить себе задачу, мы сейчас вспомним о том, что любая перестановка у нас может быть получена конечным числом транспозиции. Поэтому на самом деле достаточно показать, что наше свойство 3 будет выполняться при транспонировании тензоров всего лишь по паре индексов, что соответствует транспозиции в перестановке. Итак, пускай у нас тензор бета получен из альфа перестановкой двух нижних индексов с номерами К и М, ЙК и ЙМ мы переставили у альфа и получили, соответственно, бета. Наш тензор, у которого произошла такая перестановка в индексах. Вернее, произошла не у бета, а произошла у альфа. Получили мы бета. Давайте запишем координаты нашего бета в новом базисе. Соответственно, мы их обозначали с вами B', наборы индексов у нас тоже получили теперь штрихи. И поскольку это новый базис, но суть нашей операции не поменялась, то бета-штрих связан с альфа-штрихом, опять же, перестановкой наших нижних индексов, которые стояли на позициях К и М. Но так как альфа у нас тензор типа ПКУ, то для него свойства 3 выполнено. И, следовательно, мы можем записать выражение координат нашего тензора альфа-штрих через старые координаты альфа, да, без штриха. Поэтому мы их записываем. Наверху индекса у нас И1 и КУ. Внизу у нас R1, RK, RM, RP. Значит, RK, RM, они стоят сейчас на позиции К и М, поэтому их соответствующая нормировка. Дальше мы умножаем на соответствующие матрицы Т, на элементы матрицы Т и на соответствующие элементы матрицы С. теперь, соответственно, альфа, у которого RK, T и RM, T стоят на позиции К и М, соответствуют нашему бета, у которого эти индексы меняются местами. Тогда в умножении наших элементов матрицы Т, а это у нас умножаются числа, мы элементы с соответствующими номерами RK и RM у T наверху можем точно так же переставить, да, потому что это просто умножение чисел. Мы их переставим и перепишемся в новых обозначениях. Тогда получается, что у нас компоненты тензора бета, у которых внизу индексы R, M, RK идут в соответствующем порядке, умножаются точно так же на такие же матрицы, да, элементы матрицы Т с индексами R, M, RK наверху, но у R, M, у T, RM внизу стоит Y'K, следовательно, при сворачивании и суммировании по правилам Эйнштейна у бета внизу на место R, M должно пойти Y'K, то есть как раз то, что мы с вами и писали, да, B' имеет такую компоненту на этом позиции. Ну и то же самое с RK. Когда мы просуммируем по правилам Эйнштейна по RK, то на позицию RK у нас пойдет Y'M, соответственно, получим бета' как раз вот с таким индексом на данной позиции. Поэтому свойство 3 для B' у нас выполнено, и операция транспортирования тем самым дает нам тот же самый тензор того же самого типа, что и исходный тензор альфа. Ну хорошо, это мы посмотрели по компоненту. А теперь давайте вспомнить, что у тензора у нас с вами есть два определения. Первое из них — это определение тензора как полилинийного отображения. Итак, пускай у нас альфа с вами тензор типа PQ, и через альфа же теперь буду обозначать полилинийное отображение. Больше уже не буду писать функцию L, буду писать тоже снова букву альфа. То есть теперь уже будем писать альфа и в случае, когда у нас функция, и в случае, когда матрица. Я думаю, что все уже привыкли к тому, что тензор у нас вот так вот может быть двумя способами трактован его определение. Поэтому сейчас пускай альфа полилинийное отображение, соответствующее нашему тензору. Пусть бета — тензор, полученный из альфы перестановкой сигма. Рассмотрим соответствующий набор кси, итых из пространства В, это катых из пространства В за звездочкой, и применим наш тензор бета к этому набор векторов. Распишем по координатным равенствам соответствующие. Заменим бета на его выражение через альфа, через перестановку сигма. У нас будет альфа внизу индекса j, сигма 1, и так далее, j, сигма, p. И теперь координаты наших векторов кси, итых переставим тоже в нашем произведении в соответствии с нашей перестановкой сигма. Поскольку еще раз у нас перемножается очень много просто констант числовых, мы можем их переставлять в любом порядке. Вот координаты наших векторов кси 1 и так далее, кси p, мы переставим в соответствии с этой перестановкой. Тогда получается, что теперь они у нас упорядочены следующим образом. Сначала идут координаты вектора кси, сигма 1, наверху j, сигма 1, да, и так далее, кси, сигма, p, наверху j, сигма, p. Но тогда по определению, по правилам Штейна, если мы все это свернем, то это просто означает, что это значение нашего тензора альфа на наборе векторов, но эти вектора сейчас переставлены кси, сигма 1 теперь на первой позиции, кси, сигма, p, на p. Ну, а это у нас никак не поменялись, потому что, еще раз говорю, мы с верхними индексами никак не взаимодействовали, никак не работали. Вот, таким образом, получается, что при транспонировании, да, нашего тензора, верхний индекс у нас вообще никак не задействован. Более того, понятно, что если сейчас я буду все то же самое, по аналогии, проделать с верхними индексами, то буду получать все те же самые свойства. Поэтому мы не будем отдельно рассматривать в данном пункте операции с верхними индексами, мы будем все сейчас выводить и доказать для нижних индексов, потому что все остальные результаты, которые, все результаты, которые мы здесь получим, автоматически можно будет перевести на верхний. Поэтому в дальнейшем, если даже не будет какой-то оговорки, все, что мы с вами делаем, делается у нас для нижних индексов. И, соответственно, автоматом переносится на верхний. Так, ну вот, определение достаточно такое, вроде как, сложное для восприятия, поэтому давайте посмотрим на примере, как же работает наша операция транспонирования. Итак, пример. Пусть альфа у нас задана через базис, разложена по базису нашего пространства. Сейчас мы поймем, что за пространство у нас. То есть альфа представляет из себя сумму двух вот таких тензорных произведений. Значит, мы видим, что в каждом тензорном произведении у нас с вами три компоненты. Эти компоненты, в свою очередь, являются линейными комбинациями омега-итых, то есть элементов В со звездочкой. А элементы В со звездочкой – это у нас линейные формы. То есть это функции, которые действуют с пространства В в К, в поле наше, да? Таким образом получается, что у нас тензор, который действует из декартового произведения В3 в поле К. То есть тензор типа 3.0. Соответственно, координаты у него индексы пишутся внизу. И Ж и К. Задача такая. Найти бета, полученный из тензора альфа, транспонированием по перестановке 3.1.2, выписать его в матрицу. Второе. Найти значение бета на векторах. Кси1 – это Е1 плюс Е2. Кси2 – это минус Е2 минус Е3. Кси3 – это Е1 плюс Е2. Где Е и Т – это, как всегда, базис нашего исходного пространства В. То есть кси – это наши векторы. Ну, хорошо. Давайте сначала разберемся вообще с формой записи. Как нам записать нашу перестановку, что вообще происходит. То есть будем пытаться написать матрицу нашего вот этого нового тензора бета. Значит, итак, альфа, мы с вами выяснили, что это тензор типа 3.0. Соответственно, у него три координаты внизу. И Ж и К. Бета получен перестановкой из альфа по правилу 3.1.2. Что это означает? Это означает, что мы должны теперь тогда переставить индексы нашего исходного тензора ИЖК в соответствии с этой пристановкой. То есть на первое место у нас пойдет 3, третий индекс. На второе место пойдет первый индекс. А на третью позицию пойдет второй индекс. Получается, что бета – это альфа, К и ЖТ. Ну, а у бета – это соответствующий элемент ИЖК. То есть вот такое у нас с вами равенство возникает. Ну, вот очень часто путаница на практике возникает именно из-за вот этих ИЖК, потому что в теории, когда мы с вами оперируем понятиями перестановка, мы нумеруем индексы как ЙОД1, ЙОД2, ЙОД3. И там понятно, что переставляются их номера 1, 2, 3. А вот здесь ИЖК, как бы их позиция, которую они занимают, она остается за кадром. То есть И – это первый, Ж – это второй, ИК – это третий. И когда мы пишем перестановку 3, 1, 2, то надо понимать, что вот, соответственно, что куда у нас уехало. Раз мы написали перестановку 3, 1, 2, то означает, что третий индекс у нас пошел на первое место. А, соответственно, значит, первый индекс пошел на второе место. Третий индекс, соответственно, второй индекс занял третью позицию. Вот смотрите, как это выглядит в наших обозначениях. Итак, БЭТА и ТЖКТ – это у нас БЭТА ЙОД1, ЙОД2, ЙОД3. В соответствии с нашей перестановкой мы пишем АЛЬФА – это ЙОД3, ЙОД1, ЙОД2. Да, вот 3, 1, 2. Как раз наша перестановочка СИГМА. Поэтому получается, что это АЛЬФА, КА и ЖИ. Ну, то, что мы с вами сказали, да, куда у нас пошел наш индекс. Но вот на практике, еще раз говорю, частенько ошибаются. И пишут наоборот. АЛЬФА и ЖКТ – это БК и ЖИТ. Но это неправильно. Потому что, еще раз говорю, мы транспонируем не БЭТА в АЛЬФА, а АЛЬФА в БЭТА. То есть мы переставляем у АЛЬФА его элементы в соответствии с нашей перестановкой. Вот у меня сейчас то, что в рамочке перечеркнуто. Если бы это была вот такая форма записи, то здесь бы, если считаем, что БЭТА получено из АЛЬФА вот такой перестановкой, то соответствовало бы этой перестановке как 2, 3, 1. Потому что у нас получается, что, соответственно, первый тогда индекс у нас К, да, он занимает сейчас в АЛЬФе третью позицию. БЭТА… Так, сейчас, секундочку, сейчас скажу правильно, как это нам сказать. Значит, у нас получается, что, еще раз, да, как бы у БЭТА тогда первые, надо понять, что это первый, второй и третий индекс. И получается, что, соответственно, тогда у нас, получается, значит, второй индекс пошел на первую позицию. Второй индекс у БЭТА – это И, он пошел на первую позицию. Третий индекс у БЭТА – это ЖИ, он пошел на вторую позицию. И, соответственно, первый индекс у БЭТА – это КА, он пошел вот… Так, сейчас, опять, секунду. Значит, у нас получается… И, соответственно, да, значит, первый индекс у БЭТА, он пошел у АЛЬФА на третью позицию. Так, ну, хорошо, значит, вот у нас нужно правильно записывать обозначение и не путаться. Еще раз говорю, что удобнее вот в терминах Ж1, Ж2, Ж3, тогда путаницы точно нет. Вот когда вот и ЖК, и просто цифры потом 2, 3, 1, там, или 3, 1, 2, это вот немножко путает. Ну, хорошо, значит, решать задачу можно двумя способами. Чтобы выписать матрицу дензора нашего БЭТА, есть два подхода к решению этой задачи. Ну, один подход применим, когда матрица дензора содержит много нулей. Это как раз наш случай. А второй способ, он более универсальный. И если у нас у дензора АЛЬФА исходного заполнены все ячейки, да, нинулистая, то он гораздо более эффективен, чем первый способ. Ну, сейчас будет понятно из нашего примерчика. Итак, давайте выпишем матрицу АЛЬФА. Поскольку у нас с вами есть координатное разложение, то мы с вами прекрасно знаем, что АЛЬФА и ЖКТ у нас стоят, соответственно, на претензионных произведениях ОМЕГА ИТОВА, крестик ОМЕГА ЖТОВА, крестик ОМЕГА КАТОВА. Да? Поэтому получается, что мы сможем тогда с вами выписать, если раскрывать скобочки, пользуясь линейностью наших операций, что элемент с номера АЛЬФА 1, 3, 1 – это то, что стоит при произведении ОМЕГА 1 на ОМЕГА 3 на ОМЕГА 1 равен единочке. 2, 3, 1 – это то, что при ОМЕГА 2 на ОМЕГА 3 на ОМЕГА 1 минус 2. Ну и так далее. АЛЬФА 1, 3, 3 – минус 1, АЛЬФА 2, 3, 3, 2 и АЛЬФА 2, 1, 3 – это 1. Но остальные все нули, потому что у нас просто отсутствует продолжение тензора АЛЬФА, остальные – произведения ОМЕГА. Ну вот, как мы видим, получается, что в матрице очень много нулевых элементов, то есть, собственно говоря, отлично от нуля, только всего лишь 5. Размерность пространства у нас с вами 3. Так, условия задачи-то мы как-то не оговорили, ну, подразумевается, да? Надо бы сказать вначале, что размерность пространства 3. Поэтому матрица наша выписывается в 3 слоя с тремя индексами, и матрица у нас с размерностью 3 на 3. Но поскольку, говорю, всего 5 элементов, то мы можем просто получить наше бета в соответствии с вот этой перестановкой, которая у нас записана. То есть бета 3, 1, 1. Если я пишу индексы, то я должна что сделать? Я должна поставить сейчас, взять альфа, у которого индексы будут соответствующим образом переставлены. Если я беру бета 3, 1, 1, то для альфа это будет 1, 3, 1. То есть первый элемент, да? Дальше, если я беру бета с номером 3, 1, 2, то альфа я должна буду взять с номером, соответственно, значит, какой у меня будет 2, 3, 1. 2, 3, 1. Это минус 2. Дальше бета у меня 3, 3, 1. Соответственно, альфу я беру с номером 1, 3, 3. Это минус 1. Бета 3, 3, 2. Значит, альфа беру с номером 2, 3, 3. Это двоечка. Ну и последнее. Бета с номером 1, 3, 2. Соответствует альфа с номером 2, 1, 3. Вот. Просто переставили в соответствующий порядок. Остальные нули. Дальше нашли позиции, полученные нами бета, вот этой матрицы нашей в форме записи тензора. Записали. Ну, вот такая матрица транспонированного тензора у нас получилась. Но еще раз говорю, этот способ хорош, если у вас все много элементов нулевых, и очень мало, которые не нулевые. Потому что, как видите, да, у нас здесь 3 таблички, 3 матрицы 3 на 3, то есть 9 на 9, 27 чисел. Ну, 27 чисел так, конечно, пересчитывать можно, но бывает трудоемкая задачка. Второй способ, он основан немножко на другом принципе. И здесь нужно вспомнить снова, что любая перестановка – это конечное число транспозиций. То есть транспозиция каждой, это у нас транспонирование матрицы по паре индексов, поэтому конечное число получается у нас транспонирований по паре индексов. А транспонирование по паре индексов, оно похоже на транспонирование обычной двумерной матрицы, да, потому что получается, что если я транспонирую по паре индексов, то все остальные в этот момент индексы у меня зафиксированы. Следовательно, если я в этой матрице сейчас зафиксирую какой-то набор индекса, оставлю меняющимися только два конкретных, выпишу эти элементы, то у меня получится обычная двумерная матрица. Дальше я ее транспонирую, потому что просто и же нужно будет поменять местами. Получу матрицу транспонированную и дальше обратно помещу эту матрицу на те же позиции, исходные в нашей, которые они занимали. Получается это называемое транспонирование двумерными слоями. То есть я фиксирую еще раз в нашем тензоре, фиксирую набор индексов у него. Все, кроме тех двух, которые мы сейчас транспонируем, выписываем их, транспонируем и дальше обратно размещаем на исходные позиции. Соответственно, если взять нашу задачу, у нас сейчас B, ИТ, ЖТ, КТ — это α, К, ИТ, ЖТ. Соответственно, получается, что у нас транспонирование, мы идем от α, мы хотим прийти к β, значит, мы транспонируем наш тензор α по этой подстановке, поэтому у нас получается α, К, ИТ, ЖТ. Поставим на первое место индекс И. Получим α с волной и К, ЖТ. Чтобы на первое место встал И, нам нужно И поменять с К. Поменяли, соответственно, первый, второй индекс. Дальше, соответственно, нам нужно теперь, чтобы Ж встал на вторую позицию, значит, надо поменять его с К. Получается, для α с волной мы будем менять второй и третий индекс. Опять их поменяли. Получили α двумя с волнами и ЖК. И здесь уже расположение индексов соответствует β и ЖК. То есть, собственно говоря, это наш уже транспонированный тензор, который мы хотим получить. Ну вот давайте мы в итоге выполним эти две транспозиции и убедимся, что получится у нас то же самое. Итак, первая транспозиция наша. α, К и ЖТ мы транспонируем в α с волной и КЖТ. То есть, что происходит? Происходит перестановка двух первых индексов у нашего тензора α. Значит, чтобы проделать эту операцию, мы фиксируем Ж. Ж у нас сейчас третий индекс, он отвечает за слой. Соответственно, если я буду фиксировать Ж равной единичке, то я буду получать первый слой. Соответственно, в первом слое мне нужно будет поменять ролями И и Ж. Это обычное транспонирование матрицы. Если я дальше возьму Ж равная 2, то получу снова матрицу обычную двумерную. Мне точно так же нужно будет ее транспонировать. Ну и зафиксировав Ж3, я опять же получу обычную нашу двумерную матрицу, которую мне нужно будет транспонировать. Получается, что первая операция у нас очень простая. Мы просто берем и по слоям транспонируем наш тензор. Соответственно, получаем α с волной. Вот он у меня выписан. Получаются у нас транспонированные слои нашей матрицы. Теперь вторая операция у нас. Вторая операция – это тензор, который мы сейчас с вами получаем альфа с волной. Нам у него теперь нужно переставить второй и третий индекс, то есть поменять их местами. А значит, что первый у нас будет фиксироваться. Но первый индекс у альфа с волной отвечает за строку. В каждом слое это будет строка. Поэтому мы по очереди сейчас будем фиксировать строку. Давайте зафиксируем значение индекса и, равное единице. Значит, первую строчку будем брать в каждом слое. Выпишем матрицу, состоящую из первых строк. Соответственно, из первого слоя это у нас нулевая строка, из второго слоя это у нас нулевая строка, из третьего слоя строка 0,1,0. Выписали эту матрицу, теперь мы ее транспонировали. Получили матрицу. Первая строчка – нули. Вторая строчка стала 0,0,1. Третья строчка опять нулевая получилась. И мы эти строки помещаем обратно в наш тензор на те же позиции, в которых она и была. Посмотрим на альфа с двумя волнами. Вот наши три строчки. Они заняли первую позицию. Нулевая, потом 0,0,1 и третья опять нулевая. Дальше также поступаем со второй строкой. Берем вторые строки в наших слоях. Мы их выписали. Вторые строки в наших слоях – это все нулевые строки, поэтому мы их транспонировали опять нулевые же строки получили и обратно поместили их на те же позиции, где они и стояли. Смотрим на альфа с двумя волнами. У нас вторые строчки нулевые. Ну и теперь точно так же поступаем с третьей строкой. Опять извлекаем двумерный слой. Выписываем третью строку первого слоя, потом третью строку второго слоя, потом третью строку третьего слоя. Транспонируем ее. И помещаем обратно в наш тендер. Соответственно, получается у нас строка 1,0, минус 1 в первом слое стала, минус 2,0,2 во втором. Ну а в третьем она нулевая. Ну если сравнить результат, который мы получили с вами, то у нас получилась ровно та же матрица, что и первым способом. Ну вот из этих двух способов, еще раз говорю, видно только одно, что если у вас матрица достаточно объемная, элементов у нее много, да, структура сложная, то слоями, вот используя, да, извлечение двумерного слоя, то есть путем транспозиции, транспонирования вот этих двумерных слоев, результат может быть достигнут быстрее, чем поэлементно каждый, значит, элемент, переставлять у него индексы и получать элементы матрицы бета. Потом, соответственно, выписывать матрицу. Но если у вас в матрице очень много нулей, то тогда, конечно, первый способ, он самый быстрый, чем какие-то слои там выписывать и считать. Мы всего пять элементов пересчитали, да, и, собственно говоря, ничего у нас такого не произошло. Хорошо. Теперь давайте ко второму пункту нашей задачи вернемся. Было сказано найти значение нашего вот этого нового тензора на соответствующем наборе векторов. Ну здесь, опять же, у нас есть два способа. Первый способ, он самый простой. Если у нас дано разложение нашего тензора по базису, оно у нас дано, то легче всего воспользоваться понятием транспонирования в смысле первого определения нашего тензора. А именно, да, мы с вами записали, что если мы возьмем транспонированный тензор и применим его к набору векторов кси1, кси2, кси3, то на самом деле это наш исходный тензор альфа, у которого просто наши вектора, к которому он применяется, должны быть переставлены в соответствующий с нашей перестановкой. То есть получается, что альфа нужно тогда взять от кси3, кси1 и кси2. Дальше подставляем наши вектора в наш тензор. Мы с вами в прошлый раз пример такой разбирали. Омега — это у нас координатные функции. Там стоит тензорное произведение, поэтому действуем покомпонентно. Соответственно, первая скобочка — это у нас омега1 на кси3, минус 2 омега2 на кси3. Соответственно, мы берем первую координату от вектора кси3. Омега2 на кси3 — берем вторую координату этого вектора. Дальше умножаем на омега3 от кси1, то есть берем третью координату от вектора кси1. Ну и так далее. Ну, третья координата от кси1, она уже ноль, поэтому можно дальше даже не смотреть, что там будет кси2 у нас получаться. То есть первая компонента дает нам ноль. Дальше, соответственно, плюс омега-2 от кси-3, омега-1 от кси-1 и омега-3 от кси-2. Ищем соответствующих координат соответствующих векторов, получаем ответ минус 2. Ну вот если у нас есть координатное разложение, то все очень быстро и просто получается. Нам даже не надо строить вот эту матрицу нашего тензора. Задача достаточно трудоемкая, а достаточно просто переставить наши вектора. Но если вам так не повезло и тензор исходный был задан матрицей, то вам придется либо выписывать его через разложение через базис, в соответствии с компонентами, либо, собственно говоря, преобразовывать его в матрицу, то, что мы с вами проделали в первом пункте нашей задачи. Ну а тогда просто расписывать по координатное разложение через элементы матрицы. Содействие нашего тензора на наборе векторов, это, соответственно, b, t, g, t, k, t на соответствующие координаты векторов кси-1, кси-2, кси-3. Ну дальше просто подставляем элементы нашей матрицы. В данном случае она у нас, слава богу, содержит всего лишь 5 ненулевых элементов. Ну а еще нам тут так повезло, что у нас получается, что в соответствии с нашими действиями кси-3 у нас третья координата у первого вектора, то есть кси-3, 1, она у нас все время нулевая и вот входит в 4 из наших, собственно говоря, 5 слагаемых, поэтому это все нули, и остается у нас одна единственная ненулевая, ненулевая слагаемая при бета-1, 3, 2. Соответственно, при нем стоят координаты кси-1, 1, кси-3, 2 и кси-2, 3, которые мы подставляем и получаем тот же ответ в минус 2. Поэтому задачу можно решать по-разному, и в зависимости от ситуации вы смотрите, какой метод для вас менее трудоемкий, менее трудозатратный и более удобный. Так, ну хорошо, что еще нужно сказать про операцию транспонирования? Во-первых, это линейная операция, очевидно, свойство линейности у нас записано. Почему она линейная? Ну, потому что, собственно говоря, из самого определения следует, что мы там переставили с вами индексы, но если я возьму сумму и также буду переставлять, то понятно, что получу сумму переставленных. Точно так же, если им нужна скалярка, поэтому операция у нас линейная. Кроме того, поскольку у нас еще перестановка, подстановка, да, это взаимооднозначное отображение, то получается, что операция транспонирования у нас тоже взаимооднозначная. Таким образом, получается, что транспонирование с одной стороны взаимооднозначное, с другой стороны у нас линейное. Но такое отображение мы с вами называем эзоморфизмом. Поэтому транспонирование – это эзоморфизм на пространстве ЭПК. Кроме того, операция транспонирования, очевидно, у нас ассоциативна, но не коммутативна. Но это следует из свойств все тех же перестановок. Мы знаем, что перестановки у нас ассоциативны, но не коммутативны, ну и поэтому это переносится на понятие транспонирования тензора. Небольшое упражнение вам доказать, что если вы берете тензорное произведение альфа-бета, то это соответствующая перестановка. Будем говорить, что произведение идет по нижним индексам, нужно смотреть, или по верхним. Давайте теперь еще одно определение введем. Тензор альфа типа ПКУ называется симметричным по нижним индексам. Если любая перестановка нижних индексов сигма, для любой такой перестановки сигма-альфа у нас равно альфа. Ну, соответственно, нижние индексы, мы с вами договорились, все, что мы говорим, для нижних верно для верхних. Поэтому скобочки взяла, чтобы вы понимали, что можно ставить слово верхний индекс. И называется, соответственно, кососимметричным, или антисимметричным, или альтернированным. Если будете смотреть разную литературу, там по-разному бывает написано, но это все одно и то же. Мы будем называть кососимметричным. Соответственно, опять же, по нижним индексам, если для любой перестановки, опять же, нижних индексов сигма, у нас верно, что сигма от альфа – это минус единичка в степени эпсилон от сигма на наш тензор альфа. Где эпсилон от сигма – это четность перестановки. Тоже понятие из прошлого семестра, о котором мы с вами говорили. То есть это число транспозиций, за которые мы можем привести любую нашу перестановку, перестановки от 1 до b. И мы с вами доказали, что четность перестановки равна числу инверсий нашей перестановки. Из этого свойства мы автоматически получаем свойства для компонентов симметричного и кососимметричного тензора. Соответственно, раз он у нас симметричный, то какие бы мы перестановки с ним ни делали, должен получаться он же. Следовательно, получается, что для любого набора индексов внизу, j1, jp, как бы мы их ни переставляли, альфа при этом должна не меняться, получаем соответствующее равенство. А для кососимметричного у нас, получается, множитель должен добавляться, да, минус единицу в степени эпсилон от сигма. То есть, если мы нижние индексы у альфа переставляем, то соответствующая корректировка идет вот со знаком. То есть, либо плюс берем, либо минус берем. Так. Любая перестановка, опять же, это у нас с вами конечное число транспозиций, мы уже с вами сегодня обсуждали. Поэтому можно тогда сказать, что если он у нас симметричный, совпадает по любым перестановкам, ну и, значит, при любых транспозициях должен не меняться. А у кососимметричного получается, что при любой транспозиции тогда поменяется знак. Потому что если мы делаем транспозицию в перестановке, знак меняется. Соответственно, получаем следующее свойство для компонентов наших векторов в случае симметрии и кососимметричности. Если меняем два нижних индекса, у симметричного знак компонента не меняется, а у кососимметричного с минусом. Ну это вот хорошо видно на примере аналога нашей матрицы двумерной. Соответственно, если два индекса поменяли и ничего не поменялось, то, помните, такие матрицы у нас симметричные назывались. А если у нас поменяли два индекса у матрицы, то знак поменялся, у нас такие космосимметричные матрицы. Ну и, наконец, если мы возьмем определение тензора, опять же, в смысле нашего определения 1, то тогда симметрия означает, что для любых индексов КМ, если у нас у альфа поменять порядок аргументов, мы сейчас говорим про кси вектора, пространство В, еще раз говорю, про верхние индексы и про элементы пространства ВС звездочки мы забываем, мы их сейчас не трогаем, ничего не меняется. Но вот если мы их меняем и ставим, то у симметричного при этом ничего не происходит, ставится то же самое значение. А у космосимметричного должен знак поменяться. Ну вот небольшое утверждение, соответственно, альфа космосимметричный, есть ли любая пара индексов КМ, альфа в наборе векторов кси, то есть если у нас есть два совпадающих аргумента, в данном случае КМ имеется в виду позиции, на которых они стоят, кси стоит на позиции К, а второе кси стоит на позиции М. Ну, другим словом, если два аргумента совпали, то, соответственно, наш тензор должен давать значение 0. Ну, нечто похожее у нас было в прошлом семестре, должны настигнуть у вас определенные воспоминания. Давайте докажем, доказательство абсолютно аналогично. Если альфа космосимметрична, значит, для любой пары аргументов нашей функции альфа, если мы поменяем их местами, у нас ничего не должно поменяться. Поэтому получается, что переставили кси два вектора местами, должен получиться, наоборот, не меняется, у нас космосимметричный, да, меняется знак. Поменялся знак, минус альфа. Ну, тензор-то остался тем же самым, на том же наборе векторов. Получается, что число равно самому себе с минусом. Ну, число только 0 у нас с таким свойством обладает, поэтому, соответственно, альфа на присовпадающих аргументах дает у нас 0. В обратную сторону. Давайте возьмем на соответствующих местах к и м равные два значения подставим, да, два равных вектора подставим, которые представляют и вся сумма двух векторов, кси к плюс кси м. Тогда это 0. Дальше, пользуясь линейностью нашего тензора, это у нас поле линейных функций по каждому аргументу, мы распишем сумму. Соответственно, получится 4 слагаемых. У первого у нас два одинаковых аргумента кси к, следует на 0. У последнего два одинаковых аргумента кси м, тоже 0. Ну, а остальные два слагаемых у нас отличаются тем, что элементы стоят на противоположных позициях, да, кси к, кси м, а там кси м, кси к. Следовательно, переносим одно из них в другую сторону и получаем требуемые свойства. Поэтому альфа у нас кососимметричный. Ну и, соответственно, в координатном выражении это свойство можно записать так, что альфа кососимметричный, если для любой пары индексов, при совпадении, да, любой пары индексов, его коэффициенты должны быть равны нулю. Так, ну еще парочка определений. Значит, если альфа у нас П-ковариантный тензор, то есть типа П0, то принято называть такие тензоры полилинейной формы. Ну, соответственно, мы с вами знаем, да, что если 1,0, то это как раз просто у нас линейная форма, мы с вами про них говорили в начале нашей главы. Так вот здесь, если у нас типа П0, то это полилинейная форма. Если к тому же альфа у нас кососимметричный тензор, то он называется антисимметричной полилинейной формы. Или называется просто П-формой. Или называется внешней П-формой. Или называется внешней формой степени П. В общем, этого объекта еще много названий. В литературе его везде по-разному называют. Но мы его будем называть П-формой. Коротко и ясно. Поэтому, пожалуйста, обращайте тоже внимание, что такие вещи у нас, вот, бывает, по-разному называются. Так, дальше по аналогии, если альфа у нас Q раз контр-вариантный вектор, то он называется поливекторным. Соответственно, если Q равно единичке, давайте подумаем, да, то это такое, альфа у нас тензор, тогда это у нас линейная функция, которая действует из пространства В со звездочкой в поле К. А мы говорим, что множество, соответственно, линейных отображений на В со звездочкой у нас совпадает, да, как бы оно изоморфно, то есть В с двумя звездочками изоморфно в пространстве В. А в пространстве В у нас элементы называются векторами. Поэтому, когда мы пишем, что альфа принадлежит Т0,1, то это просто вектора. А вот когда 0, то это поливектор. И если альфа к тому же, опять же, кососимметричным, то альфа называется просто коротко, ку вектором. Так, ну вот упражнение вам все-таки найти определение определителя из прошлого семестра и сравнить с тем, что мы сейчас рассказали в терминах тензоров, и, соответственно, сравнить с понятием P-формы. Так, ну и давайте сделаем такое же наблюдение, как в прошлом семестре, что если у нас альфа – это тензор PQ, и он кососимметричен по нижним индексам, то тогда, если P у нас больше N, то получится, что альфа у нас тождественный 0. А если у нас P совпадает с N, то любой элемент, компонент у нашего тензора альфа с набором нижних индексов от J1 до JN можно записать как плюс-минус элемент альфа, у которого верхний набор, естественно, будет такой же фиксированный, и 1 МКУ, а внизу будет стоять упорядоченное множество индексов от 1 до N. Но опять же, как вспоминайте прошлый семестр, и то, что мы сейчас с вами рассказали, да, похожее свойство у нас было там, вернее, одно и то же, да. Сейчас мы то же самое с вами, по сути, говорим. Понятно, что если у нас число нижних индексов больше, чем размерность пространства, то они неминуемо, хотя бы два, повторятся, то есть совпадут. А раз у нас кососимметричный тензор, то при совпадении индекс должен быть, тогда индексов компонента окажется нулевой. Ну, получается, что все компоненты у нас у альфа тогда нули. А если же у нас число нижних индексов совпадает с размерностью пространства, их ровно N, то получается, что мы путем перестановки можем привести набор наших индексов перестановки от 1 до N, то есть упорядочить его. Но при каждой транспозиции у нас будет меняться знак. В результате сколько смен знака у нас произойдет? Ну, как раз минус единички в степени четности перестановки. Мы так с вами ее и определяем. Поэтому эти свойства тоже уже вон должны быть знакомы. Так, ну давайте опять же, например, посмотрим, что это за кососимметричные-симметричные такие звери и что с ними делать. Ну, первый пример будет достаточно простой. Рассмотрим наше пространство в геометрических векторах, трехмерное, В3 мы его обычно обозначаем. И ведем тензор альфа, который будет действовать на паре векторов АВ и выдавать скалярное произведение этих векторов. Очевидно, это тензор типа 2,0. И очевидно, он симметричный. Если мы поменяем любые два, вернее всего тут два, да, А и В поменяем местами, то у нас скалярное произведение ничего не меняется при этом, поэтому он симметричный. Второй объект у нас будет бета АВС, да, трех векторов, и это будет смешанное произведение. Соответственно, понятно, что это тензор типа 3,0. Это же у нас поле линейное все. И он кососимметричный. Мы тоже с вами прекрасно знаем, что если два аргумента просто поменять, то есть в данном случае поменять два вектора АВС в смешанном произведении, не циклическая перестановка, а просто два переставить, то у нас обязательно меняется знак. Значит, это кососимметричный тензор. Ну, это упражнение вам было выписывать матрицы, посмотреть, что с ним происходит, действительно и выполнены ли свойства по координатам. Второй примерчик тоже простой. Я уже про матрицу вспоминала, транспонированную. Давайте пусть у нас тензор будет типа 2,0, дважды ковариантный, тогда ему соответствует привычная нам форма записи матрицы. Двумерная матрица с индексами ИЖ внизу. Тогда получается, что для того, чтобы тензор был симметричный, нам нужно, чтобы при перестановке этих индексов элементы бы не менялись. То есть АИТ и ИЖ равно АЖИ тому, что соответствует тому, что матрица А равна своей транспонированной. Такие матрицы мы назвали симметричными. Чувствуете, да, как у нас аналогия идет в общение понятия. Ледомерный мы сейчас обобщили симметрию на многомерную. Кососимметричные, соответственно, тензоры, это означает, что у нас АИЖИТ и равно тогда минус АЖИ тому, и тогда матрица А равна с минусом, да, сибет транспонированной. Таким матрицем мы с вами называли кососимметричными. Так. Ну и третий примерчик уже чуть-чуть поинтереснее. Пускай у нас Альфа будет типа 3,0. Если размерность пространства Н у нас сейчас больше 3, то такой тензор 0, как мы с вами уже заметили, да, что если у нас число элементов, так, сейчас, секунду, наоборот, да, здесь надо сказать, что если у нас Н меньше 3, тут опечатка, да, прошу прощения, Н меньше 3, да, то есть если Н меньше 3, то тогда у нас Альфа равно 0, потому что тогда у нас П больше 3, все 0. Посмотрим, что будет для Н равного 3. Так. Пускай у нас Альфа кососимметричные. Тогда это вообще у нас 3 формы, да, на самом деле перед нами. Значит, мы должны тогда записать, что Альфа Йод 1, Йод 2, Йод 3 равно минусу единички в степени знак перестановки на Альфа 1, 2, 3. Должно выполняться вот такое по координатной равенству. При этом Сигма как раз перестановка чисел от 1 до 3. Остальные элементы у нас 0, потому что если хотя бы 2 индекса совпадают, то у нас Альфа будут компоненты ее равны 0. Сколько у нас всего перестановок с вами из трех чисел? Ну, у нас, мы как знаем, да, их 6, 1, 2, 3, дальше 1, 3, 2, и я сразу пишу знаки этих перестановок, они сейчас нам понадобятся. Поэтому 1, 2, 3 у нас знак плюс у перестановки, 1, 3, 2 минус, ну и так далее, да. Значит, выписали все эти перестановки, и только элементы вот с этими номерами у нас не равны 0, потому что все остальные элементы в нашей матрице, они будут нули, поскольку индексы хотя бы 2 обязательно совпадут. Ну, тогда получается, давайте найдем индекс с номером, элемент с номером 1, 2, 3, найдем его в положении в матрице. Значит, Альфа 1, 2, 3. Альфа 1, 2, 3 означает, последний индекс это у нас слой, троечка означает, что это элементик в третьей нашей матрице, в третьем слое. 1, 2 означает, что он стоит в первой строке, а в втором столбце. Вот мы нашли Альфа 1, 2, 3. Вот он у нас вот здесь, вот он находится, мы его положение определили. Вот у нас 3, это третий слой, 1, первая строка, 2, это второй столбец. И дальше смотрим, как у нас меняются знаки. Значит, соответственно, если мы с вами переставили, да, 2, 3, 1, 2, да, 1, 2 поменяли, то у нас третий слой остался, но получился, соответственно, 2, 1 положение. 2, 1, минус получился, да. Дальше здесь мы что с вами сделали? Здесь мы с вами поменяли, уже слой сменили, да. То есть у нас циферка 2 на конце, где у нас здесь циферка 2 на конце? Вот у нас 2. Позиция, соответственно, во втором слое с номером 1, 3, это первый момент, третий, он с минусом, а здесь он в противоположном углу получается с плюсом, да, потому что мы поменяли два наших индекса. Так, ну и, наконец, в первом слое что у нас находится? В первом слое соответствует вот эта перестановочка, вот у нас 1, да, первый слой, соответственно, позиция элемента 3, 2, и где у нас еще единичка? Вот здесь, и 2, 3, ну и соответствующие знаки у них приписаны. Вот все, что будет в нашей матрице. Если у нас тензор кососимметричный, размерность равна 3. Так, еще раз, да, здесь опечатка в другую сторону знака, м2, 3. Ну, соответственно, упражнение, как будет выглядеть матрица кососимметричного тензора типа 3, 0, если размерность пространства 2, или если размерность пространства 4. Вот. Так что здесь у нас, ну вот, здесь уже ответ как бы написан, если у нас n равно 2, то здесь будет 0. Так, хорошо. Теперь давайте посмотрим, что будет, если альфа у нас типа 3, 0, но он симметричный. Пусть у нас опять размерность n равна 3. Тогда у нас при любой перестановке, так, здесь тоже, извините, опечатка, здесь должно, конечно, альфа не должно быть никаких, вот это альфа надо убрать. Здесь альфа с номером j, sigma 1, j, sigma 2, j, sigma 3, да. Значит, для любой sigma перестановки 1, 2, 3 не должно ничего меняться. Ну, пишем соответствие с нашей перестановкой. Значит, у нас 1, 2, 3 переставляем всеми способами 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 и так далее. Это какое-то число х. Ищем расположение наших элементов в нашей матрице. 1, 2, 3 это у нас третий слой и, соответственно, когда поменяем местами первые два индекса, получим соответствующий элемент с номером 2, 1, 3. Дальше во втором слое у нас идет 1, 3 элемент, да, 1, 3 и противоположный ему 3, 1. Ну, и в первом слое у нас, вот, на конце здесь стоит единичка, первый слой 3, 2 элемент и симметричный ему 2, 3. Вот такие у нас х заняли. Дальше, если хотя бы два индекса совпали, берем, например, 1, 1, 2, то здесь возможные перестановки что нам дадут? 1, 2, 1 и 2, 1, 1, да? Все остальные перестановки будут получаться один из этих элементов, это Y. Соответственно, тоже находим их положение. У нас в первом слое стоят два элементика с номером 2, 1 и 1, 2. Вот они у нас симметрично расположены и один элемент у нас стоит во втором слое на позиции 1, 1. То же самое дальше смотрим. 1, 1, 3, да? Троечка у нас разные позиции позанимала, получили три разных перестановки. Z назвали это число, получится у нас тогда, значит, в первом слое опять же у нас стоит на позиции 3, 1 и 1, 3 и в третьем слое на позиции 1, 1, ну и так далее. Поэтому можно дописать, посмотреть, как в этом случае наша матрица будет выглядеть. Ну, элементики с номерами 1, 1, 1, они уникальны, да? Тут, как не переставляя, все равно будет такая же тройка чисел, да? Какие бы перестановки я здесь не писала для наших индексов, все равно будет 1, 1, 2, 2, 2 и 3, 3, 3. Они занимают свои соответствующие позиции в матрицах. Опять же, посмотреть, что будет для n равно 2, для n равно 4. Ну, здесь у нас ничего не зануляется, поэтому как бы будет содержательное случай. Ну, хорошо. И перейдем к следующему пункту. 8, 5. Опирация тренирования и симметрирования тензоров. Значит, так, альтернированием или антисимметризацией, антисимметрированием и симметрированием тензора альфа типа ПКУ по нижним индексам, опять скобочки, беру, потому что аналогичное определение для верхних, называется следующей операцией. Значит, альтернирование альфа, обозначаем, это единичка поделить на П факториал. Дальше у нас сумма по всевозможным перестановкам сигма чисел от 1 до П минус единичка в степени знак перестановки на сигма от альфа. Соответственно, симметрирование сим альфа, да, результаты этой операции, это единичка на П факториал, сумма по всевозможным перестановкам сигма из множества перестановок С, П, да, чисел от 1 до П и на всевозможные, ну, соответственно, применяем данную перестановку к тензору альфа. Вот, ну, две такие у нас операции. Значит, очевидно, что по выходу мы получаем тензоры того же типа, потому что сигма это транспонирование нашего, сигма от альфа это транспонирование нашего тензора, мы проверили корректность определения, то есть сигма от альфа не меняет тип тензора, это тоже тензор П, а суммирование умножения на константы от линейной операции, а линейная операция мы тоже с вами выяснили, оставляет на втором же пространстве, поэтому альта альфа и сим альфа — это тоже тензоры типа ПКУ. И это линейные операции на нашем пространстве. Кроме того, давайте заметим, опять же, что если у нас альфа-симметричный тензор, то сигма альфа будет давать снова альфа. Это будет та константа, никак не зависящая от перестановки. И получается, что мы должны будем просуммировать, собственно говоря, единичку по всем перестановкам из П чисел. А всего у нас таких перестановок по ф! Поэтому получится по ф! Точно такая же история с кососимметричным тензором. Только сигма от альфа, если он кососимметричный, дает нам знак перестановки минус единицы в степени, эпсилон сигма на альфа. Поэтому минус единичка у нас друг друга уничтожает, взаимуничтожает. Ну и дальше, опять же, получается сумма, подобная в случае с симметричным тензором. Получается тоже верное равенство. Таким образом, если у нас альфа симметричное, то симметрирование даст его же. Кососимметричное тоже альтернирование даст его же. Ну и опять же, значит, зачем, собственно говоря, введены-то эти операции? Ну вот поскольку у нас симметричный, кососимметричный тензор обладает рядом свойств, в предыдущем пункте, да, мы в конце посмотрели, какие у нас там матрицы получаются, какие индексы, то бывает необходимость из тензора, который такими свойствами не обладает, получить тензор, который такими бы свойствами не обладал. Ну вот для этого и применяют эти операции. В результате этих операций на выходе будут получаться симметричный тензор и кососимметричный. Но почему это так будет получаться, это мы уже обсудим в следующей лекции. Сейчас мы просто давайте разберемся тоже с этими операциями, посмотрим, что же они нам дают. Ну и еще надо заметить, что альтернирование и симметрирование можно проводить не по всему набору нижних индексов или, соответственно, верхних, а только по какому-то определенному. В этом случае, значит, индексы, по которым у вас происходит альтернирование либо симметрирование, заключаются, соответственно, либо в квадратные, либо в круглые скобки. Если внутри этих скобок оказываются индексы, по которым вам не нужно альтернировать либо симметрировать, то эти индексы берутся в вертикальные черточки, заключаются. Ну вот, например, у меня написано такое альфа, у него 5 индексов наверху всего, и внизу 3, то есть тензор типа 3-5. Вот сейчас у него наверху верхние индексы взяты в круглые скобочки, но при этом и 2, и 4 черточками выделены. Это значит, что нужно его просимметрировать по индексам и 1, и 3, и 5. То есть по набору индексов и 1, и 3, и 5 пойдет наша операция симметрирования, а и 2, и 4 нужно из этой операции исключить. А нижние индексы взяты в квадратной скобочке. Это означает, что там идет альтернирование, но по всем индексам никакие индексы при этом не исключаются. Ну, давайте посмотрим, что это за операции у нас такие. Так, давайте пример разберем. Пусть у нас будет альфа, тензор 3-0, размерность пространства будет равна 3. Соответственно, у альфа у нас 3 индекса внизу, и Ж и К. Значит, я сейчас беру пример с тензором 3-0. На самом деле я могу на месте нуля написать вообще просто Q и все время писать сверху индексы и 1, и так далее, и Q. Но это как бы загромождает запись, восприятие, и ничего нам не добавляет в понимание, что же происходит. Потому что, еще раз говорю, мы ведем транспонирование, ведем альтернирование, симметрирование сейчас по какому-то определенному набору индексов. Поэтому, чтобы понять, что это такое, нам вовсе не обязательно каждый раз переписывать верхний набор, с которым никак не работают, ничего не делают. Поэтому мы для удобства вообще взяли его нулем, нет у нас сейчас верхних индексов. Так, ну, опять же, чтобы понять, что происходит, мы на практике чаще всего пишем и ЖК, а сейчас мы будем дублировать вот этой нашей записью Й1, Й2, Й3, где у нас понятно, что 1, 2, 3 отвечают за позицию вот этого нашего индекса в исходном нашем тендере. Сигма у нас будет, должно пробегать весь набор перестановок чисел от 1 до 3. Соответственно, вот наш набор С3. Это наша перестановка сигма. Давайте первый пример посмотрим. Пусть бета — это симметрирование альфа, да, сим альфа по всем индексам. Соответственно, по определению это у нас сумма по всевозможным перестановкам. Нужно рассмотреть всевозможное транспонирование нашего тензора и поделить единичку на 3 факториала. Ну, смотрите, что у нас происходит. То есть мы берем альфа, берем какую-то перестановку, транспонируем, получаем матрицу. Берем другую перестановку, транспонируем, получаем матрицу. Дальше мы все эти матрицы складываем. Получается, что у нас на определенных позициях нашей матрицы складываются элементы, которые поставлены на эту позицию, причем перестановок других индексов. То есть брали какие-то индексы, переставляли, и они попадали вот на эту позицию. Получается, что чтобы нам посчитать поэлементно, нам достаточно просуммировать соответствующие элементы матрицы альфа в соответствующих перестановках индексов. То есть если у меня сейчас бета, это альфа, пишу, и ЖК в круглых скобочках, это что означает? У меня все три индекса в круглой скобочке, значит симметриирование идет по всем трем индексам. Так вот, бета, йод 1, йод 2, йод 3, это тогда будет 1 шестая, без всяких факториалов, это тоже опечатка, 1 шестая, то есть 3 факториалов должны стоять, то есть 1 шестая получается. Дальше у нас идет сумма по всевозможным перестановкам альфа, у которого, соответственно, его индексы переставлены в соответствии с этой перестановкой. Ну вот как на практике получается, что у нас в итоге будет в нашей матрице. Давайте посчитаем элемент нашего вот этого нового тензора бета с номером 1, 2, 3. Значит, это соответствует тому, что у альфа 1, 2, 3 должно быть произведено симметрирование по набору вот этих индексов. 1, 2, 3, то есть я должна 1 шестую умножить на сумму элементов альфа, где 1, 2, 3 всевозможным образом переставлены. Получается у меня 1, 2, 3, 1, 3, 2, да, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2 и 3, 2, 2, 3, 2, 1, да. То есть тут все понятно, потому что три разных индекса, понятно, что мы их переставляли всевозможными способами и получили вот такую конструкцию. Но тогда понятно, что если у меня сейчас будут исходные набор 1, 2, 3 тоже в свою очередь переставлен, то я буду получать те же самые значения, потому что переставляться будут те же самые три числа, а поскольку я перебираю все их перестановки, это получается одно и то же. Да, вот здесь вот у меня 1, 2, 3 и так далее. Но вот если я смещу 1, 3, 2, ну какая разница? Просто здесь начнется с какого-то одного, ну, другой позиции, да, но все равно я переставлю их все. Получается, что для такого тензора все вот такие компоненты, вот с такими номерами, да, соответствующие вот этим нашим номерам у альфа, они совпадают и равны х. Если вы посмотрите на тот пример, который у нас с вами был, просимметричный тензор, да, пример номер 4, мы там обозначали элементы на этой позиции за х. То есть у нас действительно все вот эти элементики тогда, получается, в матрице занимают соответствующие позиции, там у нас это было х. Теперь давайте посмотрим, что будет, если мы возьмем, например, какие-то два одинаковых индекса, ну, вот пусть 1, 1, 2, да? Тогда сейчас, опять, чтобы понять, что происходит, вот здесь было три разных числа, все понятно было, но здесь у меня как бы три разных индекса. При этом значения у них одинаковые, но индексы разные, то есть порядок у них один, второй, первый, второй и третий. Я должна этот порядок поменять всеми возможными способами в соответствии с нашим набором перестановок. Вот у меня перестановка 1, 2, 3, 1, 3, 2. Соответственно, здесь я меняю набор порядковых, да, порядок моих исследований, моих индексов. То есть если у меня был йод 1, йод 2, йод 3, то станет йод 1, йод 2, йод 3. То есть первый, второй я поменяла местами. Ничего, так, сейчас, это ничего не поменяю, это пока он сам, да? Это он сам. Вот здесь, да, вот здесь вот посмотрим. Вот здесь вот что произошло. Здесь я взяла и второй, третий поменяла местами. У меня перестановка 1, 3, 2. Что у меня? Двоечка, единичка поменялись местами. Дальше что у меня произошло? Дальше я на первое место поставила йод 2, ну, это у меня единичка. Здесь у меня йод 1, йод 3. Перестановка у меня 2, 1, 3. Здесь дальше поменяла последние два местами. Стало 2-1, значит, Y2 остался, Y3, Y1. Перестановка 2-3-1. Здесь у меня тоже теперь на первом месте стоит двоечка. Это был мой индекс Y3. Здесь у меня тогда первый и второй исходный индекс. Это, соответственно, Y1, Y2. То есть перестановка у меня 3-1-2. И опять же, два последних я поменяла местами. Y2, Y1. Вот у меня все шесть перестановок, опять же, участвуют в этой конструкции. Просто элементы здесь, за счет того, что два индекса одинаковые получились одинаковыми, ну вот так они у меня, значит, совпали. Ну и понятно, опять же, что если у меня теперь, я рассмотрю такое же симметрирование по наборам индексов, где у меня две единички присутствуют, но одна двоечка из них, да, то буду получать одно и то же, потому что это просто будут разные позиции в этих перестановках. Но, по сути-то, одни и те же элементы будут участвовать в наборе. Получается, что три таких тогда величины у меня совпадают. То есть две единички и одна двоечка, где двоечка просто занимает разную позицию в наших индексах, дадут мне одно и то же число присимметрирования. Мы его называем Y. И тоже смотрим, например, 4, где они у нас в матрице располагаются. Ну и так далее. Если пересмотреть вот все эти варианты, когда совпадают хотя бы два индекса, мы будем получать ровно то, что мы получаем для симметричного тензора. То есть действительно в результате вот этой нашей операции мы с вами получили симметричный тензор. То, что я вам обещала, будет получаться. Но мы пока это не доказывали, но будет доказано, что если мы берем тензор, применяем симметрирование, то он будет симметричным. Так, давайте второй пример тебе посмотрим. Пусть у нас гамма. Это альтернирование нашего тензора альфа по всему набору индексов. То есть пишем, соответственно, квадратные скобочки, поскольку по всем индексам идет альтернирование. Ну, это формула, опять же, выписана. И здесь опять не надо факториал, просто шестерка. Так, и опять будет удобно записывать через Y1, Y2, Y3, чтобы, так сказать, не возникало путаницы и понимание было, что происходит. Понятно, что у нас, смотрите, такая же конструкция, как и здесь, но только нам нужно будет брать вот эти все наши произведения еще с определенным знаком. Поэтому здесь мы пишем плюсик, минус, плюсик, минус, плюсик, минус в соответствии вот с тем, какие знаки вот у этих наших перестановок. Это просто множество их знаков. Давайте посмотрим, чем поменяется. Это 1, 2, 3, здесь у нас гамма 1, 2, 3. Итак, у нас идет альтернирование, поэтому вот это все мы переписываем, но с соответствующим знаком. То есть 1, 2, 3 у нас плюс, 1, 3, 2 у нас минус, поставили минус. Дальше у нас идет 2, 1, 3, вот это, да, у нее минус, минус. Потом у нас идет 2, 3, 1, 2, 3, 1, вот у нас 2, 3, 1, вот у нее знак плюс. Дальше у нас идет 3, 1, 2, да, 3, 1, 2, вот 3, 1, 2 у него знак плюс. И последний у нас идет 3, 2, 1, 3, 2, 1. Вот у нее знак минус. Понятно, что получилась такая вот у нас величина. Ну и дальше, опять же, если у нас все три числа разные, и мы сейчас просто будем менять, делать транспозицию двух элементов, то у нас просто будет меняться знак. Ну вот поменяем 2 и 3, да, знак не меняется. Почему? Ну потому что это просто значит, что вот в этой конструкции мы опять же начнем с вами просто с какого-то определенного места, не с вот этого, а вот с этого, например. Да, и дальше опять же переберем все перестановки. Знаки-то у нас будут все равно же вот такие же. Поэтому отличаться будет только знаком. Ну дальше вот мы тут меняем все время два элемента. Получается вот такой вот знак у нас меняется. Ну и легко заметить, что тогда у нас любой гамма, который соответствует вот этому элементу альфа, отличается от гаммы 1, 2, 3, который мы здесь получили, только знаком перестановки. Какая бы перестановка из этих чисел у нас, соответственно, с вами не получалась. Так, давайте теперь посмотрим, что будет, если два индекса одинакового. То есть вот такой аналог. Опять выписываем все то же самое, что мы выписали здесь, но только с соответствующими знаками. Ну, тогда несложно заметить, что все у нас сократится. И получится ноль. Ну и опять же, да, если мы с вами сейчас эту двоечку просто будем поставить здесь на разные позиции, то у нас все эти элементы будут отличаться знаком. Но они же у нас нулей, поэтому все равно ноль. Поэтому получается, что если хотя бы у нас два индекса сейчас совпадают, то это ноль. Ну, получается, опять же, да, смотрим наш примерчик. Там у нас три был, здесь там был пример четыре, и среди тех же примеров у нас был пример три, да, мы там то же самое получили. Получается, что у нас гамма-кососимметричный тензор. То есть в результате вот этой нашей операции у нас получился кососимметричный тензор. Так, ну и давайте теперь посмотрим два примера, когда симметрирование-альтернирование идет не по полному набору индексов, а какой-то индекс исключается ну вот мы тут включили сейчас 2 идет симметрирование по и и как у первым и третьим индексов 2 не участвует значит что это означает означает что в нашей формуле мы теперь и отчитаем фиксированным и симметрируем наш тензор по соответственно тем индексом который в этом участвует по первому третьему но тогда у нас все гораздо проще всего у нас из двух чисел перестановок всего 2 1 2 и 2 1 получаем вот такую формулу сумма соответствующих наших двух элементов где у нас просто первый и второй поменялись до местами и пусть посмотрим на что будет похоже теперь в это с волной например с номером 112 вот 12 мы должны поменять у него до местами но не у него относительно этих индексов да у него было симметрирование значит соответственно здесь у нас 12 тогда да просто меняются места им получается 21 вот и опять же как несложно заметить если мы теперь на первую третью позицию переставим эти два индекса с местами то получим совпадение вот таких вот элементов то же самое произойдет если все три числа разные смотрите то же самое да если 1 3 мы поменяем местами или 3 1 то тоже будет совпадение поэтому можно сделать вывод что если у нас рефиксированному сейчас жида и как поменялись местами то элементы в нашей матрице совпали ну а если вообще вот два одинаковых стоят на 1 3 позиции то собственно говоря мы сложим одно и то же число дважды и поделим пополам получим его же ну вот такой аналог опять же смотрите если скажем для себя абстрагироваться и взять йод сейчас фиксированным каким-то выписать вот эту двумерную матрицу то мы получили что это двумерная матрица у нас сейчас симметричная вот у нее и кт компонента равна к этой поэтому она симметрична у нас по первым третьим минусом ну и соответственно альтернирование по первым и третьим мы исключаем 2 значит опять выписываем все эти наши формулы но здесь у нас уже перестановка будет иметь знак плюс минус поэтому вместо суммы будет стоять разность и опять же выписывая наши компоненты мы получаем тогда следующее равенство если мы берем здесь 12 до два разных элемента то у нас получается один вычитается из другого соответственно если мы сейчас посмотрим элементы у которых все три числа разные здесь 123 до 123 он совпадает с минус 312 поэтому можно сказать следующее что для гамма с волной у которых если считаем что 2 фиксирован и к 1 3 поменять местами то у них просто меняется знак ну а если у нас первый третий индекс вдруг совпали то получается что считается один одинаковых элемент один из другой получается 0 соответственно если у нас 1 3 элемент совпали то нулевая матрица ну вот опять аналог такой симметричный после там был симметричный здесь по симметричной матрицы то есть если мы ее сейчас зафиксируем второй наш индекс то получается у нас двумерный вот этот наш слой выпишем то получаемся кососимметричную матрицу то есть на диагонали у нас и ты и ты элементы 0 и соответственно если ее транспланирует то получается минус вот поэтому она кососимметрична по первому третьему минусу так ну и последнее что в этой лекции мы с вами скажем упражнение для вас значит соответственно пусть у нас тензор тип 2 0 наша обычная матрица с индексами внизу доказать что операция симметрирования это просто сложение а я трансфонировали пополам альтернирование это должна быть так извините здесь опять опечатка чуть-чуть много опечаток а минус от и минус от и вот и значит это операция альтернирования ну а дальше показать что собственно говоря мы получим симметричную матрицу и кососимметричным матрицу вот в этом смысле значит мы с вами познакомились с этой операцией и дальнейшие свойства мы уже посмотрим следующей лекции на сегодня как бы все